Девушки отдыхают 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 Ну тогда, вот, держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. А я все-таки еще немного поиграю. Это не он, Джонни. Очень много. Джонни! Его уже нет, правильно? Да. Но он тебя еще слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Но я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Перестань. Не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть, ты пытался застрелить меня? Да. А до этого... Это не важно. Круто! Я как будто спал пятьдесят лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Вик. Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше? Но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Тогда надо скорее поговорить с Ханакой. Окей. Как знаешь. Пойдем. Пойдем. Не, не. Я им слишком шутка. Не пизди. Все было нормально. А после чемпионата именно строилась гитара. Так вот, что жил я. Да ахуй я это. Вас никогда не ждем. Не секунем. Я не вовсе, что нет. Я не буду. Миша. Наскzeug. Продолжение следует... 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 Вин, мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу, как и ты. Ну? Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только не долго. После парада Йори Нобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Бля, тебе надо, может, всего пару часов оставить. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды. Это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет пятьдесят назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена. И разъебашим им всю Микоши к ебене матери. Других вариантов нет. Бестии? Ну, не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши. А потом я вас несу. Блин, ты опять отрубаешься. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик. Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя, бета-гал и передал. Но светочувствительность – это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. А как? Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал мести до полусмерти, скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся отобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Ладно. Но чудес от меня не жди. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы. Понимаешь? Понимаю. Скажи, что мне делать. Опять. Тебе еще раз повторить, что ли? Все зависит от тебя. Не от меня и не от этого, кто у тебя там в голове. Смотри. Видишь вон тот столик? Да. А что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрези. Подарок от Мисты. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай. Пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот. Это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Слух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Да. Наверное, справлюсь. В общем, решаю, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ви, я слышала... Ну... Твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Я не смотрел на него. Ой, наконец-то выбрались на воздух. После того, как я привела их сюда. видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой в последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет. Прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Волу, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. Ты можешь довериться мне. Или принять предложение ханать. И проиграть, Ви. Пойми, накануне только твоя жизнь. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на родостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Даже если придется женщин нахер весь найти. Какие люди без охраны? Привет, Кэка. Я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решил отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел. Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то нужно. Это дурной знак. Конечно, нужно. Больше мне обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? К чему ты клонишь, Джонни? Я как-то пропустил последние пятьдесят лет. Вот и пытаюсь разобраться, что к чему. Прикинуть хрен к носу. А, и как оно получается? Да, я понял, что никто из старой команды не выжил. Никто, кроме тебя. Эй, народ! Ладно, иду еще поработаю, что ли. Что, весь клуб в нашем распоряжении? Хм, вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда клонишься к корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это дело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Ай, иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. Иви вместе с ним. Мне нужно успеть от него отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альфой. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. Единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэ. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ну, охуеть. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку, брали стволы и делали, что хотели. И все получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Ну да. Без тебя ж ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас. Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Нейт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись же, Джуни. Прошу тебя, просто замолчи. сука блять каждый раз каждый раз и когда не видел чтоб трезвый человек спал больше 20 часов следующий раз в ебло получишь да ладно буду ждать правда начальница будет недовольна если я переломаю тебе кости вести что ли начальница у нас 1 пойдем она тебя ждет вижу уже познакомились вот и замечательно вместе что тут делает этот субъект он пилот подбросит нас до площади корпорации нас то есть ты со мной не делай вид что удивлен засранец снаряга вон там выбирай что хочешь ага так и сделаю вон там снаряга джонни не забудь а это что тормозные двигатели антиграбы цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты джонни разберись сам ну не маленький ладно ладно я понял так теперь скажи мне какой у нас план окей вставляю щепку цель точка доступа к микоши в арасака тауэр надо дойти до лабораторий удержать их на время вашего разделения и вернуться жиле арасака тауэр крепость самое охраняемое здание в найт-сити просто зайти с главного входа у нас не получится поэтому мы пролезем через самодельное окно теперь важно нам поможет мелитеховский бомбардировщик стриц полетим на нем сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие пво затем мы разрушаем стену 76 этажа прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антиграбы так дальше в результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса вопреки расхожему мнению арасака любит выпендриваться мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания шахта идет по всему зданию антиграбы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень охрана будет напугана и дезорганизована сопротивление мы почти не встретим мы доберемся до лабораторий найдем точку доступа и дальше дело за тобой аплодисменты пожалуйста я же сказал начальнице и королева у нас одна то есть мы будем разносить этих уродов с воздуха серьезно как же давно я этого ждал иди пока выпрыгивать из штанов если мы хотим выжить нужно кое-что еще теперь самое трудное надо столкнуть с орбиты спутник джу роджин 0401 хуя себе спутник мы войдем в историю друзья мои после этого примерно на три-четыре часа пропадет связь найти те и в обеих калифорниях ни координации не поддержки полный хаос только не говори что кроме бомбардировщика еще и военный шаттл прикупила у меня один знакомый работает в орбитал эйр тайный доброжелатель высокопоставленный информатор я ему заплачу и он нам даст доступ к спутнику дальше в игру вступит наша старая знакомая хочешь сказать аль ну а что поделать если только она может спихнуть с небес спутник карасаки мне все равно надо поговорить с аль я ее уговорю только не обострись джонни тут я не смогу тебя подстраховать сказал значит сделаю ладно короче мы незаметно подлетаем карасака тавер и опрокидываем на корзинку с бомбами правильно потом прыгаем в башню ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз до к точке доступа в микоши как тебе даже не знаю как то все слишком просто кстати шансы уцелеть у нас дерьмовые но ты готова готова закрыли тема бестия что спасибо тебе за все давай потом значит остается только аль ты знаешь как перемещаться в киберпространстве но увей был в этом кое-какой опыт думаю я справлюсь иди обратно никс покажет тебе что нужно делать уэйлон прогревай пока двигатели мы скоро придем вы там долго будете или как может я поспать успею